Всем привет, это снова Айса, и сегодня у нас на обзоре новая палетка NARS, называется она Bijou. Это самая большая палетка от NARS, выглядит она вот так, мне прям очень нравится оформление. Немного нетипичное для NARS, хотя у NARS, мне кажется, были вообще абсолютно разные в стиле оформления упаковок. Мне больше всего не понравилась именно палетка NARS Climax, которая, мне кажется, одна из самых любимых моих у NARS. Но именно оформление мне не нравится, вот она такая красная, и здесь начинка вообще абсолютно другая, я не понимаю, как сочетается вот такое вот мрачное настроение осень с таким вот красным, значит, лаковым покрытием. Но это, видимо, так как палетка называется Climax, и у NARS есть тушь Climax, она в таком же оформлении, наверное, не решили сделать именно так. Тут хотя бы, мне кажется, более праздничное, соответствующее новогоднему настроению оформление, и внутри 16 оттенков, и это пока на данный момент, мне кажется, самая большая палетка у NARS. Выглядит она вот так, здесь такая какая-то очень буйная гамма, здесь есть и красные, и зеленые, и золото, и розовое золото, и платина, и вообще просто набор всего. Она вроде как бы осенняя, в то же время она подходит к новогодним праздникам, мне кажется, красно-зеленые, это вот такие вот типичные какие-то новогодние палетки для меня. И опять же здесь много золота, много какой-то бронзы, металлов, и есть разные формулы оттенков, здесь есть матовые, матовых здесь 4, здесь, по-моему, 4 сатина, 3 глиттера, и все остальное это такие шиммеры, как в палетке Climax, где вроде как бы и металлизированная основа такая плотная, и в то же время есть такие вот блесточки, но я говорю плотная, ну, плотнее, чем, например, моя любимая палетка MAC, но не такая плотная, как, например, металлики от Наташи Динона или Анастасии Бейли-Хилл, все равно здесь вот эти вот шиммеры, они не такие плотные. Если вам нужна фольга, то все-таки, наверное, это не та палетка, здесь больше вот именно блеска, как вот звездочки, знаете, переливаются. Здесь нефольгированные шиммеры, и мне на самом деле это нравится, и мне нравится, что здесь разные, разных формул шиммеры. Единственный оттенок, который мне из шиммеров не понравился, это вот такой вот красивый фиолетовый шиммер, который я так надеялась на него, что он будет очень пигментированным, оказался он, видите, прям вообще топпер. Здесь внутри есть такие маленькие блесточки, более такие, которые переливаются, в принципе, это симпатично, наверное, можно на все подвижное веко нанести, будет такой полупрозрачный, немного сияющий макияж, но это немножко не про меня, мне кажется, и мне такая нежность не особо сдалась, тем более, учитывая, что все остальное в этой палетке очень такое яркое, это прям очень нарядная палетка, здесь куча всяких разных, вот эти вот три глитера, они создают настроение праздника. Я сначала разочаровалась, что здесь такие вот глитеры, я начала их сводчить, думаю, блин, ну как же так? Я покажу вам сводчи, кстати, каждого оттенка, и что я о них думаю чуть попозже, но сейчас вам так в общем расскажу. Я просто не любитель глитеров, они сыпятся, их неудобно наносить, и я не люблю наносить клей для глитера на глаза сначала, потому что я потом все это чувствую, я предпочитаю, что это очень тонкий слой теней на глазах, а здесь вот реально нужно какой-то вот либо клей для глитера, либо вот я использую стик вот Pet Magrat, который не такой, не супер липкий, и на нем не супер стойко держатся тени, но зато он вообще не чувствуется на глазах, и все равно на нем тени прилипают лучше, чем без, собственно, этого стика. Ну вот, возвращаясь к недостаткам этой палетки, я скажу, что, блин, глитеры, мне кажется, вообще мало кто любит, и мало кто любит носить с клеем для глитера тени, но с другой стороны, здесь такая же формула, как у Pet Magrat в палетке вот такой вот Venus in Flurs, в Euristic Vixen, вот такой вот здесь оттенок был, и он абсолютно такой же в палетке Nars Bijou, абсолютно такой же, до такой степени, что я избавлюсь от палетки Venus in Flurs, вот посмотрите, Nars Bijou, и вот палетка Pet Magrat Venus in Flurs. Вот Pet Magrat, и вот Nars Bijou. Мне кажется, Nars Bijou, она же даже больше, более рефлективная, более такая яркая, но при этом Pet Magrat, она такая более гладенькая, и здесь немножко больше видны крупицы отдельные, но при этом блеск она дает больше. Но вообще перелив абсолютно такой же, да, из золота в какое-то розовое золото, потом... Ну, в общем, дуохромит очень красиво, и перелив абсолютно такой же. Поэтому я просто избавлюсь от этой палетки, я вам покажу сводчи, потом я сводчила вот эти две палетки, и, в принципе, учитывая почти все оттенки, они довольно похожи и немножко отличаются, может быть, но не настолько, чтобы я оправдала себе наличие двух таких палеток. Эта палетка, она стоит 58, по-моему, долларов, а вот эта вот палетка стоит 59 долларов, поэтому, мне кажется, выбор очевиден для меня, по крайней мере. Я избавлюсь от палетки Venus & Flush. Теперь у меня все это есть в одной такой большой палетке. Это был плюс палетки, недостаток в том, что мне все-таки глиттерные такие формулы не очень нравятся. Я так удивилась, когда все получили палетку Venus & Flush. Я думала, сейчас никто же не знал, что здесь не такие же special shades, как обычный у Pet Magrat, там они все-таки немного другая формула, они не так сильно сыпятся, здесь прям сыпучий оттенок, и я думала, что люди будут в недовольстве, но в итоге всем палетка Venus & Flush понравилась, поэтому возможная палетка от Nars тоже понравится, особенно если у вас есть Venus & Flush, и вы... Кот, хорош! И вы не против того, что спарклы такие немного сыпучие. Какой еще недостаток у этой палетки? Я вам дальше покажу сравнение Nars Climax и Nars Bijou, и могу сказать, что очень-очень похожие здесь матовые, шиммеры здесь все-таки другие, и даже если они на первый взгляд смотрятся абсолютно одинаково, все равно они на сводчах другие, они тут вот более какие-то... Мне кажется, они посветлее здесь шиммеры, и здесь вот одна формула, такая вот плотная база, но в то же время там много каких-то спарклов. Здесь вот либо сатины, либо вот такой вот глиттер, поэтому шиммеры абсолютно разные у этих палеток, и в принципе я не против, что они обе у меня есть, и честно говоря, вот по колористике, по логике палетки, мне больше нравится палетка Climax, и многие жаловали, что здесь матовые немножко темноватые, то если вам показалось, что здесь матовые темноватые, эта палетка вам не нужна, потому что здесь матовые, они темнее, чем вот здесь, здесь вообще ни одного светлого матового нет. Я в принципе человек light-medium, который вот такой достаточно загорелый, и поэтому мне эта палетка, она в принципе нормальная, но при этом все равно макияжи у меня были довольно темные. Самый первый макияж я не выдержала, сделала... Так вот сяду, чтобы вставлять видео прошлых макияжей, самый первый макияж я не выдержала, сделала двумя этими палетками, на одном глазу одна палетка, на другом глазу другая палетка, и я даже сама, честно говоря, не помню, где что, на каком глазу, потому что настолько похожие макияжи получились, что я отличаю только... Там есть точка от розового каяла, который у меня подводила слизистую, у меня рука дрогнула, и оставила точку там, где у меня палетка Nars Bijou. Ну, я внизу, наверное, напишу, где какой глаз, чем накрашен, но в итоге получился вообще абсолютно одинаковый макияж, что с Venus in Flour, что вот здесь вот, и макияж мне этот очень понравился, мне нравится очень этот вот красивый глиттер, такой дуахром. Второй макияж я делала с золотым глиттером отсюда, он тоже просто невероятно какой-то сияющий, и давайте я вот здесь вот его засвочу. Чем-то мне напомнил Pet Magrat, и мне кажется, если бы я людям сказала, что я Pet Magrat накрасилась, то мне все бы поверили. Здесь прям вот, ну, я не ждала такого уровня блеска, как у Pet Magrat. Вот наш третий макияж. Я делала такой уже гранжевый, с зелеными оттенками, вот с этими тремя, и получился прям такой вот гранж-гранж. Тут мне немножко пришлось потрудиться, потому что зеленый, чуть-чуть немножко тяжело было мне его тушевать, и такие же проблемы с тушевкой были у этого холодного оттенка. Мне вот такой вот прохладный растушевочный мне понравился больше отсюда, вот этот вот. Он чуть-чуть потемнее, чуть-чуть легче тушевался, плюс его всегда можно было дотушевать вот этим светлым оттенком, а здесь вот нет светлых оттенков, и вот этот вот был мой постоянный растушевочный, и просто на консилер припудренный он хорошо тушуется. Когда я использовала липкую базу от Urban Decay, да что ж такое, ну, кот, ну, блин, имей свою весть. Мы гуляли с тобой уже два дня, ой, два раза сегодня. Я забыла, про что я говорила. Кот, это все твоя вина. Ну вот, матовые, вот эти вот два, мне не очень понравились. Со всем остальным у меня, в принципе, не было проблем, и особенно мне понравились, как работать с сатинами, да, с вот таким вот темным, таким грязным, болотным, гранжевым, оливково-серым, и с вот этим вот оранжевым, который у меня в качестве растушевочного сегодня. Сатины вообще очень легко им тушевать, и они, в принципе, смотрятся почти как матовые, только вот такое вот нежное сияние дают. Сатины мне понравились отсюда. Вот такой вот красный я тоже использовала в своем втором макияже, который такой вот золотой. И вообще, я не люблю сатины, но здесь они мне, в принципе, понравились. Ну и четвертый вот макияж, который я делала, эта палетка, мне кажется, я еще делала ее макияж, и я точно попробовала все оттенки, и они, ну вот, помимо матовых, да, проблем, у меня особо не составили проблем. И вот мой четвертый макияж, вот такой вот огненный, оранжевый, очень такой осенний, и получается, все макияжи были либо такие супер яркие праздничные, либо какой-то гранжевый. То есть эта палетка, она вот реально на праздники, и у меня спрашивали, какую лучше купить палетку, Nars Climax или Nars Bijou. Вот это вот, это повседневная больше палетка, и то для многих она была слишком темная, чтобы прям в офис носить, слишком блестящая, чтобы в офис носить. Если вам казалось, что она слишком темная, слишком блестящая, вот этого вот точно нет, потому что здесь больше гранж, больше какой-то праздник, как палетка-украшалка, можно ее купить и носить на праздники, но в офис, мне кажется, тут ни один макияж не получится сделать, хотя тут в принципе есть вот такие вот два шиммера светлых, красивых, и можно было, наверное, как-то их приспособить в офис носить, но зато здесь нет матовых светлых, поэтому у вас получится все равно такой темноватый немного макияж, и вот такие вот два красивых шиммера, один вот такой вот розовый и один такой цвет шампанского, но опять же, откуда тогда брать светлые матовые, чтобы сделать нюд, точно не из этой палетки, потому что она темная, ну и собственно на этом недостатки закончились, это значит отсутствие светлых матовых, матовые, которые не самые простые в использовании, формула таких вот глиттеров, которые не всем понравятся, они не совсем глиттеры, но все равно при этом, может они не такие сыпучие, как глиттеры, и у них есть какая-то липкая база, можно в принципе рискнуть и сделать макияж без помощи клея, у меня в принципе свой первый макияж эта палетка делала без клея, и у меня нормально все проносилось, было чуть-чуть осыпания, но в основном осыпания были именно при нанесении, во время носки не было осыпаний, но все равно такая формула не всем понравится, поэтому я скорее это к минусу отношу, к минусу отнесу то, что здесь вот нет каких-то нюдовых оттенков, нет каких-то нейтральных, здесь все очень такое разноцветное, поэтому немножко однобокая палетка получилась, учитывая, что здесь 16 оттенков целых, все равно не такая намного функциональная, как например палетка Nars Climax, которой можно и вечерний макияж сделать, и какой-то более нюдовый макияж, тут все-таки такого нет, тут прям для храбрых в сердце, мне кажется, для тех, кто хочет NNS по полной, но в целом, в целом мне палетка прям очень понравилась, я прям в восторге от того, как это прям на уровне Pet Magrat, за гораздо меньшие деньги, в принципе, колористика мне понравилась, как человеку, который любит всякое яркое и гранж, я рада, что у меня эта палетка есть, с удовольствием буду брать ее в какие-нибудь свои путешествия, и буду ею краситься, упаковка тоже очень классная, мне нравится, она не такая прям супертяжелая, но чувствуется, что такое вот, что-то качественное и дорогое, и хоть это пластик, все равно пластик очень качественный, и вообще, я рада, что ее купила, 59 долларов, 16 оттенков, всякие разные макияжи можно делать, и прям, я совсем не против, по поводу того, как она носилась, она носилась прекрасно, вообще, как вот Пэтмоград носится хорошо, так и проносилась она, единственное, глиттеры могут чуть отсыпаться, но, опять же, если использовать клей для глиттеров, то все нормально будет, и эта палетка, если на Ars Climax можно было как-то особо не напрягаться с ней, то вот это вот, на Ars Bejou придется прям немножко попотеть, нужно знать, как пользоваться клеем для глиттера, как растушевывать хорошо, на какую базу наносить матовые, потому что на каких-то базах, типа Urban Decay, Primer Potion, у меня залипали немножко матовые, так что это не для новичков палетка, это для тех, кто тени маньяк, мне кажется, и любит все такое яркое. Ну и, собственно, это мой отзыв, наверное, заканчивается, дальше будут свотчи, сравнительные свотчи, будет туториал этого макияжа, и в конце я еще с вами попрощаюсь. Ну что, друзья, приступим к свотчам, самый первый оттенок, вот такой вот, очень шиммерный, внутри много мелких блесточек, я пыталась наносить его в уголки глаз, но мне он там не очень понравился, мне больше понравился вот этот оттенок, для именно высветления внутреннего уголка. И вот так вот выглядит оттенок, очень-очень блестящий, на все подвижное веко, будет очень красиво, но именно для высветления внутреннего уголка мне не очень понравился, но так оттенок, конечно, очень красивый. Второй оттенок, вот такой вот оранжево-золотой, тоже очень красивый, но это вот та самая глиттерная формула, которую я не особо люблю, но сияет она, конечно, просто нереально, ну и как бы золото тоже все любят, так что если вы любите такое рыжее золото, то это прям для вас оттенок, видите, прям сияет. Третий оттенок, такое, не знаю, розовое золото, розовая платина, я бы сказала, тоже очень красивый оттенок, тоже немножко внутри там блесточки, не такой сияющий, как предыдущие два, но очень-очень мило, очень-очень нежно, мне кажется. Четвертый оттенок, который я еще не пробовала, но я попробую сегодня, когда буду делать с вами макияж, это тоже вот такое настроение осень немножко, оттенок чуть-чуть похож на мандариновый из Midnight Sun. Так, я сделала свотчи, нижний это мандариновый из Midnight Sun Pet Magrat и верхний это Nars, мне кажется, ну похоже, немного Nars более красный и Pet Magrat какой-то более оранжевый, но в принципе похоже и по уровню блеска Nars прям не уступает. Pet Magrat, говорила я про вот этот вот оттенок оранжевый отсюда, и это Pet Magrat Midnight Sun. И формула опять же такая глиттерная и, не знаю, не любитель таких оттенков, мне кажется, из всех трех глиттеров этот самый-самый сыпучий. Так, я решила прерываться, показать вам кота. Он смотрит на муху, которая залетела к нам домой. Видите, какое сосредоточение, не знаю, мне очень нравится, как коты смотрятся снизу. Мне кажется, это очень смешно, не знаю почему. Так, ну ладно, возвращаемся к свотчам. Тот самый оттенок, который я люблю очень во внутренние уголки глаз наносить, мне очень нравится. Он прям, мне кажется, создан для того, чтобы его туда наносить. Вот такой оттенок, очень плотный, не такой сияющий, но зато он прям очень сильно высветляет, и он такой металлизированный. Мне кажется, прям классно. Следующий оттенок, тот самый, который похож на то, что есть у Pat McGrath, Venus in Flurs палетки. Просто нереально красивый, какое-то розовое золото, и с каким-то, не знаю, даже лиловым переливом внутри. Просто нереальная красота. Как видите, палетка просто, вот одни, короче, шиммеры. И шиммеры супер сияющие. Я вообще в шоке от Nars. Мне кажется, у них раньше не такие были палетки. Были более скучные. Вот этот вот самый топпер, который мне не очень понравился, хотя на него было много надежды. Оттенок сам по себе очень красивый, но какой-то вот он полупрозрачный, и сводч, я думаю, тоже будет плохой. Видите, вообще, кот поймал муху. И скинул ее на пол. Сейчас пойдет ее дальше мучить, я не буду ее спасать. Так, и вот такой вот топпер. Видите, у него ни цвета, ни блеска особого, ну, блеск какой-то есть. Но это вот для тех, кто хочет такой просто... Охотник. Ну ладно, сиди, сиди тут. Ну, в общем, для тех, кто хочет такой полупрозрачный оттенок на веки, чтобы был такой нежненький макияж. Но здесь такая еще чуть-чуть сероватая полупрозрачная база. Ну, в принципе, я не против такого оттенка, пускай будут разные текстуры, тут все-таки сияющих много. И восьмой оттенок у нас такой вот гранжевый зеленый. Мне, в принципе, понравился, как он в макияже смотрелся, но это прям вот гранж. И немножко у меня подзалипал оттенок. Нужно, короче, здесь матовый точно на консилер припудренный наносить. Так, следующий у нас мой основной матовый, который я почти в каждом макияже использовала, потому что здесь особо светлых макияжей нет. И вот я обычно его как растушевочный использовала, хотя для растушевочного он все-таки слишком темный. Вот даже для меня он был немного темноват, хотелось что-то еще посветлее какой-нибудь матовый. Следующий оттенок это вот такой вот оранжевый, очень такой мягкий оранжевый. Опять же, мне не очень понравился такой вот прям, не знаю, супер сатин, полупрозрачный. И если вот в этом есть какие-то блесточки интересные, то вот здесь уже нет блесток, это такой вот нежный сатин. Я не знаю, не любитель такого, еще и оттенок, который я не люблю. Следующий оттенок вот такой вот какой-то, не знаю, малиново, какой-то ягодный, но с каким-то примесью кирпича. И мне в принципе понравился оттенок, я обычно не любитель таких оттенков, но в макияже было симпатично. И последний оттенок из этого ряда, очень красивый зеленый, это такой вот лесной зеленый, мне кажется, его называют. Вот, и вот он вот такой вот, здесь нет такого сумасшедшего блеска, но здесь такой вот плотный цвет, довольно темный оттенок, мне в макияже тоже очень понравился. Приступаем к последнему ряду, вот такая вот бронза, не знаю, ничем не особо не примечательная, но очень красивая. Мне нравится, что она не супер теплая, она такая вот прям нейтральная. И здесь вот, мне кажется, еще какая-то розовинка немножко примешана к бронзе, я такую бронзу люблю, хотя спасибо Пэт Маграт, у меня теперь, не знаю, штук 10, наверное, таких бронз. И сейчас еще один матовый, коричневый, мне казалось он прям супер теплым в рефиле, но на самом деле он не такой теплый, и в принципе к нему вообще никаких претензий нет, он хорошо работал, хорошо наносился, без претензий. Утих, какой надутый, надутый котик. Вот такой вот темный оттенок, он немножко вроде как бы баклажан, но есть в нем немножко коричневого. Для затемнения нормально шел, но вообще, мне кажется, если его использовать, пытаться растушевать на все подвижное веко, мне кажется, он будет немножко пятнить. Но, мне кажется, кто будет пытаться растушевать это до такого легкого цвета, никто. Поэтому, мне кажется, для затемнения вполне себе нормальный оттенок. И последний оттенок, вот такой вот оливковый с примесью серого, симпатичный сатин, не знаю, тоже его использовала для затемнения, я не знаю, как его еще использовать. Мне кажется, если нанести на все подвижное веко, будут красивые такие очень дымчатые смоки с ним. Ну и вот, собственно, вся палетка, видите, она вообще очень-очень вся нарядная. Здесь вот никаких особо повседневных макияжей не сделаешь. И все оттенки довольно темные, никаких вот светлых матовых я не вижу здесь. Все сияет, конечно, просто вырви глаз. И сама палетка настроения, конечно, Рождество, тут и красный, тут и зеленый, и просто куча золота всякого разного, и с оранжевинкой, и золотого, желтого золота, и розового золота, в общем, на любой вкус. Так, ну что, приступим к макияжу, и я думаю начать с вот такого вот оранжевенького сатина. И им я буду делать себе форму. И складку буду затемнять таким вот коричневым. Теперь возьму стик от Pat McGrath и нанесу на подвижное веко. Если у вас нет этого стика, можно просто обычный какой-нибудь клей для глиттера нанести, или просто какую-нибудь липкую базу. Да хотя бы консилер можно нанести, и не ждя, пока он высохнет, просто нанести поверх нашей блестки. Я хочу использовать вот эти вот оранжевые. И свой любимый оттенок для высветления внутреннего уголка нанесу, собственно, в уголок, и немножко смешаю с глиттером. Теперь наберу оранжевые сатины еще раз, и начну подтушевывать нижний веко. Набираю коричневый, и им начну затемнять рисичный край, и соединять его с верхним веком. Кот чуть не уронил свет. Теперь намочу кисть. И влажной кистью нанесу наш оранжевый глиттер на нижнее веко. Ну и, собственно, вот такой вот оранжевый макияж готов. Сейчас я сделаю второй глаз, нанесу тональный крем и вернусь к вам. Ну и вот такой вот получился макияж. Мне прям очень нравится, учитывая, что я не люблю оранжевый. Тут прям такой вот получился макияж огонь. И очень по-синему помаду я использовала Tom Ford в оттенке Hero. Мне кажется, в тему. И румяна у меня от Pat McGrath. Это Desert Orchid называется оттенок. Вот такой вот какой-то как румяна плюс бронзер. Такой прям тоже в тему. Ну, в общем, что я хочу сказать про палетку Nars Bejus. Мне очень понравилась палетка, но она прям точно не для всех. Мне кажется, Nars Climax был более такой разнообразный, более многофункциональный, какой-то более продуманный. А тут прям вот как раз праздничная палетка, да, на Рождество, на Новый год. И если вы хотите где-то встречать Новый год и сиять просто тенями на весь зал, то, мне кажется, эта палетка для вас. Особенно, если вы умеете пользоваться клеем для глиттера. Тем, у кого есть палетка Pat McGrath, которая вот Venus in Flores, я не знаю, вот я буду избавляться от Venus in Flores, потому что она мне заменила абсолютно, ну, абсолютно похоже получился макияж. Эта палетка Nars Bejus, то, что делает Venus in Flores. Поэтому зачем мне две таких палетки? Я, конечно, от Pat McGrath избавлюсь. Если у вас есть уже Pat McGrath, я не знаю. Тут просто четыре оттенка только дюбится палеткой Nars Bejus. Все остальное, это, получается, 12 оттенков. Я бы, наверное, все-таки ее купила. Ну, пускай было бы две палетки. Не знаю даже. И палетка, если у вас есть палетка Climax, то, не знаю, тут вот прям вот похожие, прям матовые. Не знаю, зачем мы они так сделали. Если у вас есть Climax уже, ну, я бы купила, не знаю. Тут просто много каких-то украшалок, много каких-то очень ярких оттенков. Еще, мне кажется, они будут друг друга неплохо добавлять, потому что здесь есть такой матовый посветлее. И есть какие-то похожие тематики матовые, которые можно использовать в этих макияжах. А отсюда брать вот эти вот сумасшедшие глиттеры. И, мне кажется, они две палетки хорошо друг друга дополнят. Вот эта более темная, гранжевая, праздничная. И вот эта вот такая более повседневная. Хотя я это говорю повседневная. Мне многие говорят, она вообще не повседневная, она темная. И она очень такая нарядная. Тут очень яркие шиммеры. Не знаю, если это для вас яркие шиммеры, то это вообще просто какое-то цыганщина. Ну, в общем, на этом все. Я вообще удивляюсь очень сильно с Nars. Nars просто рвется у меня в любимый бренд. У меня сейчас и тональный, и в качестве тонального использован тинт от Nars, который вот такой вот я, наверное, сделаю, может, какой-нибудь обзор, либо где-то упомяну в фаворитах. Мне очень нравится. Это Pure Radiant Tinted Maisturizer. Очень нравится тинт. И вообще, и тональный крем мне нравится от Nars, и что я только не покупала от Nars, мне, в принципе, все понравилось. И цены, конечно, нормальные. Ну, по сравнению с Pet Magrat, немного дороговато, но все равно. Ну и, собственно, на этом мой обзор завершен. Напишите, пожалуйста, внизу. И собираетесь ли вы покупать Nars, бежу, и вообще, как вам отношение к бренду? Мне просто оказалось, что какие-то скучные всякие однобокие какие-то все про оргазм, значит, новинки выпускают. Тут оказалось, что у нее как раз тени прикольные, и очень интересная какая-то колористика в последнее время пошла. Я надеюсь, они этот тренд продолжат, хотя в этой же коллекции сбежу. Вышли еще две маленькие палетки, вот они вообще какие-то никакие мне показались. Ну, надеюсь, что Nars еще нас не раз порадует. И, собственно, на этом обзор завершен. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok